Эй, привет всем ребят, и это моя первая остановка, и я сейчас нахожусь в одном из крутецких стран Евросоюза, это Астрия, столица Вене, сейчас я расскажу как это все началось, как меня сюда занесло, и вообще, поехали, я чуть-чуть вену покажу, у меня здесь пересадка, поскольку я лечу в Ниццу, и оттуда будет там Монако, Ницца, и все-все в этом роде, так что оставайтесь на канале, давайте дальше, погнали. Сейчас 3.30 утра, аэропорт Домодедово, вылетаю, вылетаю в Европу, что сказать, я весь сон, убитый мне вообще, сейчас просто учу в самолете хотя бы. Сама идея с вылетом в Европу была запланирована заранее, еще 3 месяца назад, лечу, конечно же, европейскими авиалиниями, и моей первой остановкой будет Австрия, город Вен. Короче, все то, что в Европу вылетаем, и встретимся уже там. Ребята, короче, прилетел, здесь я багажствую не забираю, сейчас надо как-то выйти в город, и посмотреть, что вообще есть такого интересного. Ну, так что, давай, поехали, посмотрим. Я не знаю, куда тут идти, так что я иду чисто за всеми, просто за всеми. Ребята, вот такой тут коридор, блин, для того, чтобы попасть в этот, как он называется, на трейн, на электричку, вот, вон, такой длиннющий, блин. Вон, ничего, сейчас иду, еще даже деки-то не покупал, не знаю, где что-то. Ладно, сейчас, найдемся. Нашел, что здесь вообще происходит, ну, вот, то, что, нашел, где купить тикет, нашел, где вообще этот поезд, до него, правда, пилить еще надо. Вот, тут вагоны очень крутые, и прям вообще сейчас то, что покажу. Ну, ничего, сейчас еду в центр сейчас, надо здесь в Вене от, из, вот, из электрички попасть в метро, и потом уже доехать куда надо. Вот, тикет стоит 4.20, и... нормально. Ну, 4.20, я считаю, недорого. Там было за 12 в одну сторону, но я такой, нет, спасибо. Я подошел к женщине, которая сидит, это, в информационной стойке, говорю, где-то дешевый, дешевый этот поезд, говорю. Вот, так что, сейчас покажу институту, короче, он где-то вот оттуда. Вот, короче, вообще тут огонь со столиками, там все дела. О, она еще заблигается, вообще тут. Ладно, в центре Египсовской очереди. И вот, пока я ехал в поезде, я посерфил интернет, и нашел несколько интересных мест, которые я бы хотел посетить, и, конечно же, показать вам. Давайте мы их увидим. Короче, мне прохожий подсказал, слушай, иди куда-то туда. Вот, и иду. Вон там, сзади меня видно, там, типа, там, парк Бильверде, или как-то так он называется. Ребята, ну, я уверяю, там очень красиво, и это стоит того просто. Все, погнали. Вот он, этот парк, куда мне надо попасть. Ну, в эхо тоже ничего такая. Вот. О, мувинг. Мувинг везде. Блин, тут красиво, тут чисто, посмотрите. Прям, сейчас я возьму нормально свой штатив, когда иду до туда, и все закреплю, и все будет чики-пуки просто. Короче, я попал в Бильверде. Вроде правильно выглядел, в этот раз парк. Здесь прям вообще красота. Это просто искусство на искусстве. Прям, как Петербург, или как он называется у нас в Питере, блин. Сейчас там пойдут, поправлял его у меня в комментах. Вот. Блин, это круто. Блин, тут так красиво. Тут идешь даже по улице, и чистота просто, чистотей. Блин, сейчас я вам это все покажу. Смотрите. Блин, вообще просто красотей. Блин, круто. Огонь, смачно. Просто вот это, это что за вид? Тут надо сделать фотку обязательно. Прям, вот это must have. Я не знаю, сколько я мест успею посетить, но от Вени у меня пересадка, ну, 10-11 часов, что-то в этом роде. Надо же еще назад доехать, назад ехать в аэропорт. Кстати, минут 45 где-то, и не прямо с центра, ну, час я примерно закладываю. Блин, ну, тут так красиво прям, ну, вы посмотрите на это здание, на это вообще все. Это, по-моему, мастера просто делали. Вот. Вот оно. Гляньте, это просто пупенно. Нравится ли Венна? Безусловно, блин, круто. И самое главное, когда я там, тут проходил, идут две пожилые дамы, вальяжно курят и подходят к мусорке. А возле мусорки там есть специальная такая штука для окурков. И, по-моему, на их языке написано, типа, тушите окурки здесь, ну, там что-то такое. И они прям от нее с бульгарным прям так деликатно, короче, потушили окурочки и выкинули мусорку. Вот это менталитет, просто понимая. Бильвидер, дворцовый комплекс Вени в стиле барокко, построен Лукасом фон Хильдебрантом, как летняя резиденция для одного из самых великих полководцев своего времени, принца Евгения Савойского в начале 18-го века. Блин, мне нравится, такой красивый вид, прям вообще. Прям божественное. Прям, смотрите, все аккуратненько, фонтанчики, прям все это. И это даже еще не центр города. И так, на окраине, будем пойдемте вон к тому фонтану. Этот дворцовый комплекс, конечно, можно отнести к основным достопримечательностям Вены. Если вы посетите это место, то обязательно пройдитесь по аллейкам среди живых зеленых стен и шариков. Встретьте улыбающегося пожилого джентльмена, рисующего в блокноте. Рассмотрите лица четырех женщин, сфинксов. Все одинаковые и разные в одно и то же время у верхнего дворца. Здесь можно прогуляться за 15 минут, а можно и потратить целый весь день. Ребята, могу сказать только одно. У меня есть две боли, которые вообще меня напрягают. Это, во-первых, то, что я сам себя снимаю. Боль от того, что нельзя нормальные кадры словить. Ну, можно, но у меня, блин, нету оборудования. У меня вот штатив один. И все. Ну, ничего, я думаю, выкрутимся. Но со временем нормальные видосики начну делать все. Тренируюсь, пробую. И вторая боль. Так, что у меня за вторая боль? То, что у меня нету никого здесь. Если у меня был бы кто-то, кто бы снимал, это, по-моему, круто. Нет, есть, наверное, третья боль, которая так давно накипела, о том, что я снимаю с телефона. Это жутко неудобно. Я себе, когда приобрету камеру, я себе все возьму, короче, для этого. И вообще все будет изи-пизи просто. Вон, посмотрите, как там вообще крутяк. Вон, 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 сейчас покажу. Блин, он вообще роскошный. Ну, там вроде экскурсии кому-то рассказывать, все такое. Ну, там вроде надо платить тикет, чтобы туда попасть. Ну, у нас чиповый трип, так что поехали на новую локацию. Короче, здесь круто. Там можно внутри походить. Тикет стоит недорого, всего 7-8 евро. Я просто не успею много чего показать. Хочу, да, хотя бы кратенький обзор варенья. Работает данный комплект с 9 до 18.00. По пятницам до 9 вечера. Стоимость билетов, это взрослые 14 евро. Льготные от 11 евро и дети до 18 бесплатно. Так что, учтите. Ребят, Гленди только что увидел. Туалеты, что вы думаете? Сколько он стоит? 50 центов? 50 копеек евро, блин. Платные туалеты, блин, везде. Так что, я думаю, не надо жаловаться, что у нас в Москве платные туалеты. Это... Видите, в Европе тоже платные туалеты. Заходишь в туалет, сходишь, денег нет. Так что, придется что-то искать здесь поближе тогда, за бесплатно. Вот. Все, поехал на новое место. Не знаю, куда идти. Иду по телефону. А, еду в собор святого Стефана куда-то туда. Все, я помчал. Увидимся там. Вот, смотрите, прям красота, блин. Вообще, вот эти улочки прям вообще как кино. Я просто балдею. Балдею от... Как это называется? Я просто балдею от загнивающего запада. Просто, может быть, я такой загнивший человек, что от загнивающего запада я балдею. Ну, я б жил вообще. Блин, впереди там какой-то собор стоит, блин, это так красиво. Прям... Мама. Круто. Ладно. Пойдем. Посмотрим. Ребятки, сейчас направляемся к метро. Метро у нас вон там, ровно впереди. Ом, надо поторопиться, иначе я сейчас дорогу не убью. Бегом, бегом, бегом. Проверили стабилизатор. Секретный фор в автобусе. Нас пропустил. Блин, а тут красивенько, похоже на деловой район. Все, поехали. Собор в этот все. И вот я приехал в собор святого Стефана. Его архитектурный вид сразу западает в душу. И у нас тут больше не хочется смотреть, кроме как на это чудо-творение. Сейчас пойдем. Вот. Скажи, как ты идешь? Вот, 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 сюда. Да. Вот, вот, вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 прям вообще капец, смотрите как они там закреплены, ребята эти они просто не просто лежат смотрите, смотрите, что с ними вот она их поднимает и вот она, пускает короче, что хочу сказать насчет парка его протяженность 5 километров представляете, 5 километров то, что чумачетчих аттракционов и всего того, и того прочего блин, это мощно я у нас не видел, что в России 5 километров протяженности у нас парк был с аттракционами опа, на, смотрим ууу, мы сейчас чуть-чуть такое пропустили все, что ли? блин только что, короче, оттуда прям сверху рвануло одна девочка, кстати, была в плане, говорю, то, что все развлечения могут найти там от что там было написано от 110-ти метрового человека и выше можно это так, короче, опозвать ой, нафига, там какой клоун здание в виде клоуна ладно, сейчас посмотрим пойдем еще дальше я, конечно, могу еще потом чтить телефон но блин, господи, я бы тут просто все снимал я себе когда-нибудь куплю нормальную камеру и 3-4 батареи, чтобы их точно хватало ооо, вот он просто сейчас, сейчас, сейчас покажу он просто здоровенный видите, да? там людей почти не видно вообще круто располагается этот парк между Дунаем и Дунайским каналом посетить который мечтают многие туристы и вы только представить себе не можете какой площади этот парк готовые 6 квадратных километров Дунаем и Дунайским А мы тем временем отправляемся еще в один парк, где люди проводят выходные, устраивают пикники, просто спокойно отдыхают со своими семьями. Ребята, я сейчас приехал в еще один парк и думаю, здесь я буду подводить такие маленькие итоги Вены за, не знаю, сколько здесь часов было, но с 10, наверное, и в 5 часов мне надо уже быть в аэропорту. Приехал в Стэнд-парк и сейчас покажу, что тут есть. Тут вроде какие-то достопримечательности, все такое вроде должно быть, тоже чуть-чуть культурно интересненько. Смотрите, вот это вроде обычно, но прикольно. Я думаю, здесь набирается когда-то вода на 100 по-другому. Потом здесь небось можно компаниями просто собираться, сидеть и вообще все круто. Прям с одной стороны дети играют, с другой стороны там цветочный парк такой. Короче, вообще рульно, прикольно и можно сходить. Ну, вон, что я говорил, вон там прудик, там все сидят, а сзади там дети, так что проходила руль, такие, эй, человек паук, все такое. Круто, блин, мне нравится. Ну, это вот разница менталитетов наших, это вообще не отнять. Потому что, ну, печаль, блин, что у нас за пропаганда по новостям делается. И, что я говорю, сами все знаете. Парк насыщен многими скульптурными произведениями. Везде гуляют дети с родителями и просто хорошо проводят время. Под деревьями мы можем наблюдать сидящих студентов, которые делают домашку или готовятся к своему новому этапу в жизни. Эх, как же бы хотелось присоединиться к этой части европейской жизни, вы не представляете. Короче, что сказать. Все очень круто, все понравилось, но я думаю, надо все-таки на теперь в Ницце посмотреть. В Ницце я буду неделю и там будет очень много материала. Я надеюсь, что там будут крутые родики какие-нибудь, потому что я там буду уже не один. Меня там тоже смогут снимать, я смогу снимать, кое-какой контент делать. Ну, что, можно успеть за пересадку в 10 часов. Может быть, еще что-нибудь добавлю, так что не включайте, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok